Как получить Бэт Джужу? Да, пушка так называется, даже в русской версии. Вот, смотрите, Бэт Джуджу. Ладно, злые силы она называется, чё ты? Привет, Страж! Меня зовут Знаешь Как? Это канал Знаешь Какой? И это новое видео, посвящённое новому экзоту. Для тех, кто играл в первую часть, не новому. Доступен квест всем, без исключения игрокам. Не нужен сезонник, не нужно ничего платить, просто бери и проходи. Где брать? На Нессе, в локации Могила Смотрителя, на барже Императора. В сундуке найдёте первый квестовый предмет. В описании будет приглашение в зал трофеев. Очередной зал на корабле Левиафан. Отправляемся туда. Найти его можно, что логично, около иконки с Левиафаном. Говорим со статуей Каоса. Второй год подряд со статуями общаемся, нормально. После чего берём контракты. Нам нужно выполнить один, любой из них. Для того, чтобы дальше продвинуться по квесту. Проще всего завершить контракт под названием «Любимое оружие». По условиям которого нужно убить 50 противников с помощью любого оружия. Кстати, другой контракт, бейте точно, переведён в русской версии некорректно. Нужно убивать не просто 50 в голову, а делать это в налётах авангарда. Затем назад в зал трофеев. Нам следует выставить тут кучу дополнительных монументов. Трофеев. Сначала в квестовом задании будет указано выставить 3. Но я сразу советую выставлять всё возможное. Для дальнейшего продвижения по квесту, нам нужно будет активировать 18 трофеев. Где их брать? Покупать у статуи императора по конской цене с кучей ресурсов планет и блеска. Но это если у вас прям сундуки какого-нибудь сумерсвета, в противном случае будет тяжеловато. Другой способ получать трофеи – выполнять триумфы в специальном разделе – зал славы. У некоторых стражей, как и у меня, триумфы этого раздела начали выполняться ещё с началом сезона. Они у вас останутся активными, и вы сможете получить за них трофеи. Выполняйте остальные, прожимайте и заполняйте зал статуями и проекциями в любой последовательности. Квестовый предмет будет самостоятельно обновляться. Когда вы выставите 18 трофеев, снова пообщайтесь с Калусовским памятником и запускайте особую миссию в зале славы – другая сторона. Это Левиафан в высшем измерении. Можно пройти соло, можно не соло, но вы же кибератлет. Идите один, если не умрёте, триумф выполните. И не переживайте о сложности. Миссия до смешного простая. Без ограничения по времени и лишь с рекомендованным уровнем силы в 350 единиц. Проходите, подходите к тому самому сундуку в центре и получайте свой экзот. Вуаля! Главный перк экзота тот же, что и в первой части – Вереница проклятий. Убийства будут перезаряжать магазин, увеличивать урон и восстанавливать ульту. Все эти эффекты винтовки накапливаются до 4 раз. Также на винтовку есть катализатор, его вы сможете выкупить у всё той же статуи после того, как разместите в зале 45 трофеев. Вот и всё. Да, элементарнейший квест. Даже немного скучно, как-то обидно. Где же бесячие прыжки, головоломки? Эх, а казуалили, как говорится. Ну да ладно, к винтовке злые силы мы ещё вернёмся, поделюсь впечатлениями, когда поиграю с ней в разных активностях. А на этом пока прощаюсь. Не забудь лайк прожать, подписку, если всё ещё нет и до связи.